Как 14 кандидатов усадить в 13 кресел и как уговорить коллег по парламенту начать обновление Центра избиркома? Эти вопросы полдня решали в парламенте, в итоге процесс не сдвинулся с мертвой точки. Почему голосование сорвалось и насколько это испортило отношения внутри коалиции? Обо всем подробнее далее в материале. С самого утра кандидаты в новый Центр избирком уже в сессионном зале. Все ждут, когда вопрос вынесут на рассмотрение, но он далеко не первый в повестке дня. Нормально прозорую публичную деятельность Верховной Ради подменяет кулуарщина, домовленности под столом. И в том числе это происходит по Центральной выборочной комиссии. В принципе интрига в чему? Президент ведет свою Центральную выборочную комиссию. Повністю залежно от себя, повністю контрольно. И поэтому поставили в середину порядку денного, чтобы встегнуть еще по кабинетам, по коридорам, еще домовляться, кто от чего что заработает. Я знаю, что позиция Народного фронта дотягнуть до осени. То есть сейчас не принимать решения, потому что домовленности нет. Оппозиционный блок сразу заявляет о своей позиции. Их кандидатов в списке на утверждение нет. Голосовать они ни за что не будут. Мы подали две кандидатуры, досвеченных юристов. Мы подали по квотному принципу, мы должны иметь две кандидатуры. Но пропозиции президентам не врахованы. И представители нашей фракции не внесены в парламент для голосования за новый склад ЦВК. То есть наша фракция пытается отключить контроль за будущими выборами. Принятие ЦВК склада в таком варианте, это прямой шлях до фальсификации выборов. Потому что створение комнатной, карманной ЦВК под президента Украины, это абсолютно противоречит будь-яким демократичным нормам в суспильстве. Поэтому мы не будем голосовать за новый склад ЦВК. Тем временем в блоке Порошенко торпедируют события. Расписали алгоритм голосования и потребовали от спикера немедленно с рассмотрением. Я уверен, что мы сегодня сможем это вопрос рассмотреть в следующем порядке. Сначала освобождение 13-ти членов ЦВК, повноважения которых всплывали, и голосование в алфавитном порядке, согласно подать за тех кандидатов, которые были внесены в Верховную Раду. Мы сейчас всей фракцией наполягаем на то, чтобы Парубий, власне, поставил Центральную выборчую комиссию, оновление этого склада. Мы не понимаем, что происходит. Спикер парламенту тянет. Хотя все договоренности уже есть, все фракции выяснились. Не понимали такое расхолодление парламенту. Около полудня в зале начались подвижки. Прежде чем кого-то увольнять и назначать, там обменялись мнениями. Фракция Блоку Петра Порошенко вважает, что вопрос о новом составе Центральной выборчей комиссии не просто назрело, а перезрело. И мы должны обязательно сегодня, как и запланировано, как и стоит в порядке днем, решить это вопрос. Но в других фракциях призыв БПП не поддержали. Центральную выборчую комиссию нужно было изменять три года назад, так как это предназначено Конституцией и законами. Потому что нужно идти честно перемагать, а не фальсифицировать выборы. А для того, чтобы честно перемагать, нужно восстановить порядок в стране и поднимать людям доходы, зарплаты, чтобы тебя люди поддерживали. Поэтому мы требуем от президента Порошенко выполнять конституционный свой обязан, унести подание на новый состав ЦВК, который будет представлять все политические партии, представленные в парламенте, и где не будет монопольного влияния на новый состав ЦВК. Чтобы люди имели честные выборы, а не фальсифицированные Порошенко. О необходимости присутствия кандидатов от всех фракций по очереди заявляют и в самопомощи, и в Батьковщине, но самая неожиданная оказалась позиция фронтовиков. Те отказались поддерживать своих партнеров по коалиции. 14 кандидатов на 13 посад, при том, что решение профильного комитета, что все подходят, скажите, пожалуйста, кто из них лишний. Тому гадаю, что эту авантюру мы не можем сегодня распочинать. Треба продолжить так, чтобы все было соответственно до рекомендаций ПРЭ, где четко сказано, что должно быть четкое представительство всех политических фракций и групп. Чтобы не осложнять ситуацию, не остаться вообще без цик, спикер решил провести пробное голосование. Табло показало, что только 10 фронтовиков готовы рассматривать обновление Центра избиркома. Голосование провалили. Для меня достаточно странно, что представитель Блока Педра Порошенко вносит вопрос в зал, который не согласован с Народным фронтом. Не договорились, все банально просто. Влада все никак не может между собой угодить наибольшь залежных и наибольшь подконтрольных кандидатов. Но мы отдавали свои голосы, но, на жаль, коллег из Владной коалиции голосов постоянно бракувало. На 13 вільных вакансий, 14 месяцев, что не предназначено ни Конституцией, ни законом Украины. Мы требуем от Порошенко обеспечить конституционный процесс формирования Центральной выборчей комиссии и такой процесс, который отвечает международным обязанностям Украины. После голосования все руководство ушло на совещание. Фракция Блока Порошенко показательно в полном составе ушла из зала, выдвинув ультиматум. Мы не будем принимать участие в никаком голосовании, по никакому вопросу, пока мы не вернемся к вопросу обновления склада Центральной выборчей комиссии. Это принциповая позиция нашей фракции. Как бы дальше, из цикла в целом, с работой парламента, главы фракции решали уже за закрытыми дверями и во время обеденного перерыва. Екатерина Лысенко, Ксения Провиненко, Вадим Ревун, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова